У нас на канале много разных экспертов выступает. Вот был и Лев Дмитриевич Гудков. Он говорит, что общество ждет перемен, но ждет такую силу, которая может предложить реальную программу. Вот и философ и социолог Григорий Юдин тоже подтверждает это, что перемены необходимы, но политики оппозиционные они не могут сформулировать, в чем эти перемены должны заключаться, к сожалению. Почему так выходит у нас? Вы знаете, я не очень с этим согласен, честно говоря. Я не очень с этим согласен. То, что общество ждет перемен, да, конечно. Но дело в отсутствии программы, я не согласен совершенно. У Бориса Николаевича Ельцина, когда он триумфально побеждал на первых выборах президента России, программы не было вообще. Ну, это вообще никакой. Он сам не знал, что делать. Он уже, став президентом, стал выяснять, о чем в стране это происходит. И когда он ужаснулся совсем, когда он наконец познакомился с Егором Гайдаром, светлой ему память, да, им обоим, то он, значит, поверил Егору и поставил его на реформировать экономику российскую. То есть, программа не есть необходимым условием. Ну, конечно, хорошо, когда она есть, но не обязательно. Она, люди не за программу стоят. Люди стоят за какие-то такие представления, вот там, независимость. Ну, что было в Польше? Какая программа была у Леха Валянца? Ну, скажите, пожалуйста. Ну, какая программа? Ну, ребят, ну, он же был электриком, лидером профсоюза. Он вообще справедливый. Леонид Яковлевич, ну, сравнение Польши, маленькая страна по сравнению с Россией, если, допустим, Хабаровский край, да, ну, по размеру, возможно, там, как-то соотнести с Польшей, они там могут как-то договориться, да, о чем-то и создать свою солидарность. Но в масштабах всей страны это же нужны огромные ресурсы, огромные артитики. Во всяком случае страны нужна объединяющая идея. Нужна идея, которая владеет массами. Вот для бывших стран Советского Блока, для наших бывших республик, допустим, для сегодняшних государств Балтики, да, значит, была идея освобождения, освободиться от России, освободиться от русских. Вот это вот, вот это была их идея. Балтийский путь, помните, когда он встал, там, чёрт сколько народу, там, чуть ли не миллион вообще, встал вот так вот через все три республики и так далее, да. Вот была вот эта идея. Значит, Путину не верит сейчас уже никто. Его обещания не верит никто. Когда он начинает выступать, люди выключают телевизор, да, по крайней мере, не включают его, это точно. Ну вот. Значит, поэтому это что означает? Что действительно, я согласен с Юдзином и с Гудковым, что открыта дорога для следующего, для того, кто придёт, да, для него дорога открыта, его готовы принять. Но его примут в том случае, если он убедит, что за ним вот правда и успех, понимаете, и правда, и успех одновременно, что он может это сделать. А программа у него должна быть не такая вот детализированная на 800 страниц, где там всё про всё сказано. Нет. У него должна быть программа, я не знаю, на два абзаца. Потому что люди хотят, вот мне кажется, да, мне кажется, что, ну вот если ты будешь объяснять, что давай мы сделаем управление внешней торговлей, регулируем внешнюю торговлю не таким, а таким, и от этого будут такие-то выгоды, да, у тебя уснут на середине объяснения. Хотя, может быть, ты абсолютно прав, да. А вот если ты скажешь, что жить надо по правде, по правде справедливости, да, но если ты объяснишь, что это такое, вот если ты сможешь это поднять. Понимаете, ведь, вот посмотрите, антикоммунистическое движение, которое было у нас в конец 80-х, начало 90-х, оно что было? За отмену монополии внешней торговли? За приватизацию предприятия или за что? Да забудьте вы это. Не было ничего этого, я в нем участвовал, я же помню, да. Оно было моральному. Вот, ребята, вы достали, все. Вот невозможно вас больше терпеть. Невозможно, невозможно так жить, невозможно эти рожи видеть постоянно там, слушать этот бред, это лицемерие, вранье. Вот, что людей поднимало на самом деле, вот доколе. Больше, больше мы так не можем и не хотим. И цветные революции, которых так боится наше начальство, ведь это что? Это объединение активной части общества по моральным основаниям. По моральным основаниям. Рядом со мной, у Белого дома в августе 91-го обнаружился мужик из общества память. Это профашистская, националистическая, антисемитская организация. Вот, и когда мы с ним, так сказать, выяснили, кто он, я говорю, слушай, парень, а тебе вообще вот ничего не западло будет с жидом рядом лежать, если вот сейчас они на штурм пойдут, они же у нас грохнут всем. Вот, вижу, понятно. Вот, значит, вот потом мы будем с тобой как-то вот да, как-то дискутировать там, мирно, конечно. Вот, но главное вот этих, вот этих, вот, видеть не могу, терпеть ненавижу, да. Вот, понимаете, и это было на площади Тахрил, это было на Майдане незалежности, это было на Вассовской площади, вот, это везде было. И это было у нас в Москве. Вот. Не программа нужна, нужна моральная какая-то идея. Но в то же время получилось в Москве, благодаря людям, которые находились там, внутри системы, я имею в виду и Борис Николаевича Ельцина, который выходил из партии, да, будучи вскоромленным этой партией, Александр Николаевич Яковлев, но за последние 20 лет... Великие люди. Я не помню человека, который был в правительстве, хотя было один раз, когда Алексей Кудрин сказал, что я не буду работать в правительстве Медведева, поскольку, ну, и потом Медведев его отправил в отставку. А я не буду работать в правительстве под президентством Дмитрия Медведева, что-то вот в этом духе. И больше никто из, вот, окружения Владимира Путина каких-то таких смелых заявлений никогда не делал. А если бы такой человек появился, у него бы могло получиться? Это зависит. Ну, во-первых, он не появится. Он не появится. А потому что Владимир Владимирович, к Владимиру Владимировичу надо относиться с уважением. Я к нему отношусь с уважением. Но к Леониду... Я считаю, что он никогда не допустит. Но к Владимиру Ленину, наверное, Борис Николаевич тоже когда-то относился с уважением. И вообще ко всей коммунистической партии. Да нет, вы не поняли меня. Я отношусь с уважением в том смысле, что я понимаю, что он любой росток такого диссидентства задавит в зародыши. Вот. Он просто задает. Удушит своими руками. И вот. Там на татами ногами забьет. Ну, вы что? Он просто не допустит. Он умнее, чем лидеры политбюро. Значительно. Он образованнее. Вот. Он сильнее. Так что нет, нет. Это сушой. Ну, невозможно. Абсолютно невозможно. То есть нет. Если он действительно будет сидеть до 1936 года, то может быть к году к 1933 что-нибудь и сформируется такое. Но в ближайшей перспективе нет. А он не будет сидеть до 1936 года. Это невозможно совершенно. Значит, думаю, что это нереально. Если бы это появилось, то очень многое зависело бы от того, в какой степени, ну, решился ли бы этот человек, ну, условно говоря, выйти из партии. Как это сделал Борис Николаевич Ельцин. Понимаете? То есть насколько радикальной оппозиции он готов был бы заняться. Если был бы готов, ну, почему бы и нет. Ну, понимаете, при всем моем почтении искренним к Александру Николаевичу, я имел честь быть с ним лично хорошо знакомым, и к Борису Николаевичу, и к Эдуарду Амбросевичу, понимаете, благодаря им это прошло мирно. Вот в чем их заслуга. Но это могло пройти безумно. Просто тогда была бы кровь. Тогда была бы кровь. А благодаря им это прошло мирно. Это вечная благодарность им за это, конечно. Вот. Поэтому нет. Не верю. Не верю. А в Польше, например, Валенция не имела никакого отношения к правящей верхушке польской. Вацлав Гавел не был членом политбюро чешской. Был диссидентом там. Ну, и так далее. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok